Вскрываем эту здоровенную цветную коробку, сразу бросается в глаза инструкция, она, кстати, на английском. Ну а вот и сам полисор, кстати, здоровенный, 2 килограмма весит, диаметр у него 34 сантиметра, а высота 7,5. Снизу у него две щетки и танк для воды, на котором тряпка. Также в комплекте две запасные щетки, щетка для чистки, блок питания, с помощью которого можно заряжать как напрямую, так и с помощью зарядной базы, запасной фильтр, пульт управления и виртуальная стена. Пылесос имеет 4 режима работы. Первый – это автообычный дежурный режим, при котором робот убирает помещение, выбирая разные программы. Второй режим – спот, режим для локальной уборки и сильно загрязненных участков пола. Тщательно работает на повышенной мощности по кругу, по сути. Третий режим – эдж, режим для очистки мусора и пыли в труднодоступных местах, в углах, вдоль мебели и стен ездит, в общем. Четвертый режим – планировщик, по сути, в данном режиме в заданное время вами робот-пылесос покидает базу и начинает работать. С пульта можно включить любой режим, вмешиваться по ходу его работы и направлять движение, либо просто катать, как машинку на радиоуправлении. Для первого теста, чтобы найти какую-нибудь грязь дома, я свернул ковер в комнате и оставил его там минут на 40. На видео, к сожалению, не очень видно, какая поверхность была грязная, пыльная, кошачья шерсть, ну и все такое. Ну а в контейнерах, собственно, вот что обнаружилось. И это, причем, казалось бы, с небольшой такой площади. Ну и еще провел такой вот эксперимент. Набросал кучу разнообразной хрени, еще зачем-то это все приправил мукой. Ну и вот в быстрой съемке можете наблюдать процесс. Кстати, заметили в самом начале, как он поехал? Я думал, он начнет с проезда по всей прямой. Чтобы наглядно показать, какую он дорожку своим проездом по всей длине оставит. Но он как раз таки автоматом включил режим спот, который напоминает для особо сильно загрязненных участков. Вот повтор. Ну и продолжение ускоренного видео по чистке данного участка. Там, докуда доставал, естественно, все прочищено. Даже муку почти всю собрал это, причем без тряпки. А вот еще один тест на прозрачном столе. Накидал крошек покрупнее, чтобы было лучше видно. Сначала, кстати, сомневался, что удержится на столе, он же все-таки прозрачный там и все такое. Но нет, все-таки не упал и, кстати, собрал абсолютно все. Ну, разве что оставил одну крошку в одном углу. Конечно, спустя некоторое время он все-таки ее достал, но мне уже просто было лень снимать так долго. Ну, а теперь про танк для воды. Открываем тут, тут закрываем отверстие пальцем и набираем воды. Ну, присоединяем его непосредственно к роботу. Вода постепенно начинает просачиваться через отверстие и смачивает тряпку постепенно. Ну и вот еще наглядно на стеклянном столе. Ну и еще отмечу про работу с ковром. Работать-то на нем не проблема, а вот заехать на него, если вот такие края, то это довольно проблематично. Может заехать, а может и нет, так что имейте ввиду. Так что если у вас, например, по всей площади комнаты ковролин, то проблем не будет. Ну и напоследок постановка на базу от первого лица. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok